Дружко, каравай, крае, дрожко, каравай, крае. В начале 19 века местная ярмарка славилась на всю Россию. Конец лета, престольный праздник Спаса, и купцы свозились за товары из 86 городов России. Почти полтора века назад Спасская ярмарка проходила немного в другом месте, левее, ближе к Спасскому храму. По традиции Спасская ярмарка проходит на территории заповедной части Елабуки, в районе Шишкинских прудов и на центральных улицах в исторической части города. Здесь все, что можно вообразить и сделать руками, для наглядности мастера работают за прилавками. На память о чудесном событии с собой можно увести предметы прикладного искусства. Это роспись по дереву, художественное ткачество, гжель, керамику, лоскутное шитье, куклы, чеканку, изделия из лыка и лозы. Солнышко заходит и темнеет день, От горы упало на селенье тень, Лишь церковный купол солнцем озарен, И открыта церковь, и несется звон. Улокал к вечерне крестьян зовет, Завтра воскресенье отдых от работ, И услышав в поле колокольный звон, Селянин скотину уж пограл в загон. О селенье церковь Вся полна людей. И горят огнями множество свечей. Свечи восковые, ярче звезд горят. И молитву люди в простоте творят. В опрятном доме молодая мать, Сына утешая, стала припевать. Спи, сынок, а завтра в церковь мы пойдем. Свечку и молитву Богу принесем. Бог увидит свечеку, Бог услышит нас. И на поле дожди даст нам добрый час. Хлеб наш уродится, хлеб мы испечем. И сынка накормим цветным калачом. Производство ножей мы занимаемся уже 15 лет. Ножи есть шкуросъемные, разделочные, охотничьи, туристические. То есть для любого, так скажем, направления. Делаются они все вручную. Каждый нож. Сначала он куется, потом вырезается. Делается ручка, полировка. Вообще производство ножей в Златоусте идет с 1815 года. Даже ребенку, который ходит в походы, есть вот такие маленькие ножи. Удобные, то есть 7 лет, как только человек уже, ребенок научился держать что-то в руках серьезное, уже родители покупают ему даже такие маленькие ножи. Рукояти ножей. Есть береста, текстолит, наборная кожа, орех, граб. То есть на любой вкус. Пусть нож имеет особенность, он не вылетает из ножен, специальный нож. Достается очень легко. На протяжении всей истории человечества нож занимал почетное место из инструментов помощников человека. Когда появились первые ножи, неизвестно. Историки считают, что это произошло предположительно пять тысячелетий назад. Конструкция из клинка и рукояти применяется во всех странах мира. Но у каждой национальности появились свои индивидуальные национальные ножи. У некоторых народов нож – это аксессуар и элемент мужской национальной одежды. В каждом регионе свои традиции. То есть, допустим, на Кавказе с рождения, у нас, может быть, на Урале, родился ребенок, потом нож дарят. Нельзя, допустим, руки мастера заменить и повторить. То есть это все индивидуально идет. Нож – не только орудие труда, как бы и производство искусства, так сказать. Можно любой рисунок нанести, фотографию нанести на ножи, подарок сделать. Ни свет, ни заря, выйду за порог. Молись за меня, мать и на восток. Не переживай, верь, что я вернусь. Вот только взгляну на святую Русь. Горицу молоду, лишь дай повод ей. Расправит крылья, устремится в небеса. В мире ревнилая, богом хранимая, Неугомонимая русская душа. Горицу молоду, лишь дай повод ей. Расправит крылья, устремится в небеса. В мире ревнилая, богом хранимая, Неугомонимая русская душа. Горицу молоду, лишь дай повод ей. Расправит крылья, устремится в небеса. В мире ревнилая, богом хранимая, Неугомонимая русская душа. Лет 15 назад мы нашли вот это село. Нас три семьи, которые выкупили этот завод, который уже был закрыт. Его разбирали на части. Завод по керамике, где производились три вида горшков, просто обычные горшки. Выкупили и со временем начали подниматься. На нынешний день вы можете увидеть, что мы там производим. Керамика – искусство древнее, как само человечество. В отличие от металла и дерева, глина сохраняется в прекрасном состоянии в течение многих тысячелетий. Первые глиняные сосуды делали в жгутовой технике. Глину раскатывали в длинные одинаковые колбаски и укладывали спиралью на круглое основание дно. В некоторых странах эта техника популярна и в наши дни. Например, в Японии. По отпечаткам пальцев, найденных на осколок древних сосудов, историки установили, что изготовлением глиняной посуды занимались преимущества женщины наряду с плетением корзин, ткачеством и другой домашней работы. Секреты гончарного ремесла передавались от матери к дочери на протяжении многих веков. Параллельно со Спасской ярмаркой проходит и фестиваль колокольного звона. Исторически так сложилось, что яркий и громкий перезвон привлекал на ярмарку не только покупателей, но и самих купцов. Параллельно со Спасской ярмаркой КОНЕЦ Фестиваль, конечно, очень нравится. Мы в прошлом году приехали, мы даже поразились, удивились. Мы звонорист-самоучки, и нам это очень много дало. В плане того, что как люди звонят, по крайней мере, увидели. Заимели очень много друзей. В прошлом году было 80 с лишним участников, нынче немножко поменьше. 60 с чем-то. Ну, и друзья все уже, мы со всеми передружились, перезнакомились. Очень много переписываемся. Ну, приятно, очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, но если посмотреть здесь, то я сделаю, например, шкатулку сейчас. Использую для этого шитье берестой же. Вот, для этого можно взять ленточку берестяную и просто начать вдевать. Вот так вот у нее шьется, как обычной ниткой. Вот. Также для своих изделий я использую, ну, народные орнаменты. Очень богатые растительные орнаменты, где-то вот храмы, грифоны тут у меня есть мифологические. Где-то руки не помогут, потому что природа, она на самом деле намного более творческая, многообразная. И вот такую красоту только она может соперить. Я ее нахожу и использую в своих изделиях. Бересту заготавливают в начале лета, когда береста отходит от следующего слоя коры, который называется луп, и легко снимается. Просто надрезав ее, она скручивается, ее листами заготавливают. Все и хранится сколько угодно долго, пока берестянчик не дойдет до определенного листа и не возьмет его в дело. Работа с ней одно удовольствие. Легкая, податливая. Принимает любой на себя рисунок. Если слышали о берестяных грамотах, вот почему использовали бересту для письма. Потому что любое давление оставляет оттиск на бересте, который остается навсегда. И это навсегда, вот оно вот сейчас достают эти берестяные грамоты, которым тысячи лет, и по ним исследуют русскую письменность, рисунки древних детей. О, светло-светлая, и украсно украшена земля. Русская. И многими красотами уделенная сил. О, светло-светлая, и украсно уделенная сил. И многими красотами нестачтимыми. О, светло-светлая, и украсно уделенная сил. О, светло-светлая, и украсно уделенная сил. Боецинные силы уделенная сил. Городы великими, селыми дивными, домы церковными, Князьями грозными, блояре честливыми, старцами могучими. Севу еси сполынена, земля русская, Управа верная, вера христианская. Многие говорят, что вот люблю бересту, хочу заниматься, давай. Проходит неделя-две и говорят, нет, пойду-ка я обратно к себе работаю, потому что не так просто этим заниматься. Надо не только усидчивость, трудолюбие, творческие какие-то начала, но еще что-то еще. Сами знают, что терпеть не могу бересту, терпеть не могу, люблю. По-любому нельзя, только любить. Туз это такая баночка для хранения продуктов, сделанная из бересты. Так как береста не пустит через себя тепло и влагу, то продукты сохранятся в ней наилучшим образом. Любые сыпучие продукты, там соль, крупы, мука. И также делаю туиса для меда. Это вот уже, например, такие баночки. Дальше головные уборы делаю, защищает от солнца. Шкатулки. Ну, шкатулки, всем понятно, для украшений делаются, для больших, для маленьких. Есть короба для документов, если вот посмотреть, вот такая вот коробушка. Так, здесь есть зеркала. И красиво, и приятно держать, очень теплый, живой материал, прям в руке хорошо. И не бьется. Какая корзиночка? Корзиночка для хлеба, да. Урожай называется, кстати. Если посмотреть, здесь по временам года нарисовано, как хлеб собирают. И подписано. Поле Паши Тыван, быть осенью богатым хлебом. Ну и так далее. Сумочка женская. То есть применение бересты самое разнообразное. Очень прочный материал, достаточно упругий, мягкий, просто так не сломается. И приятно, красиво носится. Вазы. Здесь даже кружки чайные берестяные. Дело в том, что береста еще не коробится, не боится воды и держит любые температуры. Приятные, легкие, красивые. Расчески, да, украшенные берестой. Тоже очень приятно будет держать их в руках и пользоваться. О, вот оно. Хлебница, берестяные хлебницы. Дело в том, что береста, она очень хороший природный антисептик. То есть не дает развиваться грибкам, бактериям. И таким образом хлеб сохраняется свежим. Не черствеет, не плеснет очень много дней и даже недель. Надо, наверное, кстати, сказать о целебных свойствах бересты, удивительных. Потому что береста – это не просто материал, который сняли, и он такой. Нет, как природный живой материал, он обладает различными свойствами, которые наш народ знает. Например, известно же, говорят, что-то болит или волнует, подойди к березе, обними ее, которая нравится, и она заберет на себя это или даст силы. И вот здесь то же самое. Когда носишь и изделия какие-то из бересты на себе, они на голове, например, снимают головные боли у кого есть. Лапти усталость ног снимают, стельки делают в берестяны, которые не пропускают мороз, в любой мороз пасут. То есть много-много могу рассказать, и каждый раз мне сами люди еще на каждой ярмарке, выставке что-нибудь еще новое расскажут. Потому что это просто бездонное что-то, знания глубинные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok